Барнаульские поселки Затон и Ильича вновь в ожидании большой воды. Власти краевой столицы назвали места возможного подтопления талами водами. В зоне риска 35 участков дорог, 320 домов и 8 социальных объектов. Сейчас идет обход жителей, уточняют количество детей, тяжелобольных, инвалидов, ветеранов, ведут учет животных и проверяют наличие плавательных средств, пишут корреспонденты московского комсомольца на Алтае. В краевом управлении МЧС сообщают, что в зону подтопления в этом году могут попасть Локтевский, Врубцовский, Алтайский, Черышский, Третьяковский, Краснощоковский и Солонешинский районы. Перевозчики Барнаула не хотят менять старые автобусы. Для того, чтобы полностью обновить парк, требуется более 3 миллиардов рублей. В причинах одной из самых острых проблем города пытаются разобраться корреспонденты комсомолки на Алтае. Сейчас в Барнауле около 900 единиц общественного транспорта, при этом изношенность почти 90%. Но перевозчики не спешат что-то менять. Причина – нет денег. Стоимость, например, нового трамвая составляет порядка 30 миллионов рублей, автобуса – более 9 миллионов. Контракт, который заключают с перевозчиком, нередко не продляется, и дорогой автобус за это время просто не окупается. Как предлагают власти города решать эту проблему – на страницах комсомольской правды. Лес в Горном Алтае защитят от непарного шелкопряда. Летом на территории Ангудайского, Усть-Канского и Шибалинского лесничеств в республике пройдет масштабная обработка лесов от непарного шелкопряда. Площадь – 131 тысячи гектар, сообщает Политсибру. Планируется применить наземную технику, а в качестве инсектицида выбран биологический препарат, который отличается высокой избирательностью и экологичностью, не токсичен ни для человека, ни для других животных. Напомним, летом прошлого года шелкопряд уничтожил около 12 тысяч гектар в этих районах. Лучшая мимоза – это лес. Дарить посаженные деревья вместо традиционных букетов предлагают жителям Алтайского края к Международному женскому дню, сообщает портал Толк. Чтобы принять участие в акции, нужно сделать пожертвование на посадку дерева на сайте проекта и приобрести специальный подарочный сертификат. Деревья посадят весной активисты на пострадавших лесных территориях.